Лещ Сегодня вы меня увидите в несколько необычной роли. Я, как и все любители рыболовы, все свое свободное время и отпуск провожу на воде. Вот об этом замечательном виде спорта и отдыха мы и хотим рассказать вам в нашем фильме, который называется... КОНЕЦ 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 Уже полчаса, как нашу лодку, тянет по реке большая рыба, взявшая на рассвете приманку. Мы устали за ночь, но эту отрадную усталость не променяли бы ни на что. И пока рыба теряет силы, я расскажу вам о моих друзьях и о том, как познакомился с Ольгой Сергеевной. Это было под Москвой, на Истринском водохранилище. Выдался погожий декабрьский денек и как раз воскресенье. Никогда здесь не бывает мало людей. А в тот день народу съехалось видимо-невидимо. И почти никто не мог похвастать улов. Два-три от силы пять окунишек были лучшими трофеями. Несмотря на выдающиеся снаряжения и оснащения, не везло и моему другу Кузьме Егорычу. Ну как? Попал, рыбка. Ничем не мог похвалиться и такой опытный рыболов, как Василий Иванович. Ну что? При таком клеве, Николай Иванович, только чаи гонять. Да, чаи так чаи. Пошли в деревню. Алёша! КОНЕЦ Приехала. Хе-хе. Ау! Ой! Алешка! Смотри-ка. Ты видишь? Ой! А ну, пошли. Здравствуйте. На что ловите? На желтую мормышку с мотылем. Странно. Мы тоже на желтую ловим. Разрешите? Да, не зря говорят, легко рыбку поймать да нелегко найти. Стоит она зимой, а не рыщет по водоему. А я еще летом это место заметила. Здесь яма, здесь окунь стоит. Вот тебе и чей гонячка. Хе, обрубим? Обрубим. Так мы познакомились с Ольгой Сергеевной и с тех пор ездим рыбачить вместе. Сын ее такой же, как и мать, страстный рыболов. А муж? Ну, что же поделаешь. Не оставаться же главе семьи каждое воскресенье без семьи. В последнее время ловля на мормышку распространилась больше других. Мормышка цветной грузик с крючком и насадкой. Игра ее напоминает рыбам движение рачка мормыша или просто привлекает их блеском, переливами и заставляет обратить внимание на приманку. Мормышкой хорошо ловить стальную рыбу. Если лунка прорублена удачно, то уж тогда... А? Ааа. 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 Аааа. Ааа! Ааа. КОНЕЦ КОНЕЦ Прошла зима, растаял снег, и по-прежнему каждое воскресное утро мощным потоком движется к воде вестесущее племя рыболовов. Настоящий рыболов. Круглый год желанный гость природы. КОНЕЦ ИСТРА Сколько рыбацких надежд связано с тобою. КОНЕЦ 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 И червя, и небольшого рачка, и мелкую рыбёшку. Клюёт почти круглый год. Только надо найти место, где он кормится. Ничего не понимаю. С Настей в порядке. Окунекру выметал? Выметал. Вечёрки писали. Брать должен, как сумасшедший. Должен. В чём же дело? А вот в чём, Кузьмай Горч. Представьте себе, что вы погрузились туда, где ваш крючок. На глубине, в стоячей воде, ещё холодно. Здесь пока что не пробудилась жизнь. А посмотрите, что делается там, где ловит Николай Афанасьевич. Это отмель. И вода здесь уже успела прогреться. Солнечный свет и тепло вызвали к жизни миллиарды микроскопических растений. Фитопланктон, которым питаются крошечные животные зоопланктон. А зоопланктон — любимый корм мелкой рыбёшки. Замелкотой на тёплую воду идёт и рыба покрупнее. А это привлекает, в свою очередь, самую крупную. Хищнику трудно ловить вертких рыбок. И щука чаще всего нападает на ослабевших, менее подвижных. На этом и основан лов на живца. КОНЕЦ 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 Так-так, Кузьмай Егорыч. Теперь вам понятно, почему весной рыбу надо ловить на отмелях. А я к вам, Николай Афанасьевич. Не клюёт? Какой же теперь клёв? Ловля кончилась. Видишь, как солнце высоко. Знаете ли вы, как пахнет уха из рыбы, которую вы сами поймали? Да ещё на свежем воздухе, около такого лесочка. Ничего, что у вас хроническое отсутствие аппетита. Подсаживайтесь к нашему столу. Он поможет вам лучше всякого доктора. КОНЕЦ Принимай, Василий Иванович, и разливай. Эх, горбач же у меня сорвался. Во! Почему-то, сколько я помню, самая большая рыба у тебя всегда срывается, а? Какая здесь ловля. Вот дождусь отпуска, закачусь под Рыбинск. Вот там рыбалка. Вот. И мы в отпуск, на Волгу. Только под Астрахани. Давно хочется сама поймать. А какие там, говорят, сазаны? Что сазаны? А вы слыхали когда-нибудь про нашу, сибирскую ловлю? Подцепишь на спиннинг, рыбку это килограмм на тридцать, сорок. Что смеется? Начались охотничьи раскатки. Ну что, не верите? Поедем ко мне. Бия, Селедское озеро, Саяны. Вот это настоящие места для рыбалки. А я не дальше клязьмы. Надоел езда. Представьте себе Кузьму Егорыча на клязьме. Ушла. Вот это здорово. Свой рабочий станок мы пускаем всегда. Поставка до времени. Мы в далекие рейсы ведем поезда По востоцкому времени. Мы всегда начинаем и праздник идут По востоцкому верному времени. И советские люди победам идут По востоцкому времени. Наконец пришла пора летних отпусков. Добрый путь, товарищи. Ваши поля, леса и реки ждут вас. Так вперед же, друзья. Не станем вместе с рыболовами изнывать от нетерпения в пути. Мгновение и киноаппарат переносит нас под Рыбинск. Но что случилось с Николаем Афанасьевичем? Почему он не ловит? Напрасно прикорм переводишь. Почему? Места лучше не бывает. Ветер южный. Время самое подходящее. Лещу да езю брать да брать. Да корми не корми. Все равно толкнуть. Почему? Он ленщик. Зато вчера здесь клев был такой, о котором можно только мечтать. Это паденки. В воздухе они живут всего лишь один день. Три года назад их родители отложили в воду яички, из которых через некоторое время вывелись личинки. Они росли в притонном слое грунта. Затем личинки поднимались на поверхность воды и превращались в крылатых насекомых. Начался брачный полет. Паденки тут же откладывали в воду новые яички и погибали. Весь водоем был усыпан хорошим кормом. У рыб вчера был праздник обжорства. Теперь они в рот ничего не возьмут некоторое время. Так неудачно закончился первый день ловли, о котором столько мечтали наши герои. Песня. 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 Если кто-то замрёт, то учащенно забьётся. Что, он на рожу, что ли, дразит? Хоть плащ не ловится. И не будет. А почему не будет? А на небо взгляньте. Полоса примечается? Или, наверное, погода будет? Слыхали бабушкины сказки? Мышь чихнула, таракан скребётся, ворона каркнула. Павел Михайлович, куда же вы? Да, ну, у вас. Напрасно обидел, старик. Народные приметы, если они не связаны с суевериями. Верные приметы. В чём же дело? Заглянем в воду. При перемене погоды, как только меняется давление воздуха, меняется и давление воды. У рыбы есть своеобразный барометр. Она сейчас же чувствует это и перестаёт питаться. Подул северный ветер с матовой удочки, говорят рыболовы. Ой, Алёшка! Уж лучше бы с Василием Ивановичем поехали. Хоть бы саяны посмотрели. Сколько препятствий, сколько невзгод встречает порой рыболов на пути к заветной цели. Да полно восклицает домосед. Стоит ли этого ваша рыба? Что ответить ему? Пожалеть разница. Никогда не испытает он радости увлечения, не переживёт волнующие страсти охотника. А чем у нас на Клязьме хуже? Сидишь себе на сухом бережочке. Чинно, мирно. Кругом птички поют. Хорошо. А сколько напряжения, волнений и страсти на лице Кузьмы Егорьевича. Вот она! Ещё одна! Знатная добыча! Ну и клёв! Наконец-то отведёшь душу. Ведь в конце концов, не важно кого ловить. Важно сколько раз торщить. И всё же в глубине души Кузьма Егорьевич надеется поймать такую рыбину, чтобы кругом все от зависти лопнули. Но пока он даже себе не признаётся в этом. Должна быть крупная взяла. Чем осторожнее берёт рыба, тем она больше. Тихо, Кузьма, не спеши. Пусть заглотит. Эх, поторопился. Что, Кузьма Егорьевич? Черви кончились? Полинились утром нарыть побольше, а теперь в самый клёв. Насадки-то и нет. Сынок, червям богат? Безопасно, не рыбалка. Выручи. А как у меня поплавок оторвало? Вы стали выручать? Не помни, Слав. Один червяк, один крючок. Два крючка, четыре червячка. Ладно, бросайте крючки. А у нас в это время дела шли иначе. Вскоре после вылета подёнки, клёв рыбы начался с новой силы. И тогда для меня наступили горячие денёчки. С детства полюбил я увлекательную народную ловлю на кружки. Кружок плавучий жирлис с обычным жирцом для приманки. Когда хищник хватает живца, леска перевёртывает кружок. Не чувствуя сопротивления, рыба спокойно заглатывает живца и свободно разматывает леску. Белая сторона кружка заметна издали. И я тут же спешу к нему. Сперва подберём слабину. Леска натягивается. Хорошо, что я сильно подсёк. У судака очень жёсткие челюсти. Из-за слабой подсечки в молодости я часто упускал желанную добычу. Вот мой 312-й судака. В дом этого судачины вылез там коряжники. Полоса помогает ему быть незаметным для жертв. Оставим, однако, Николая Афанасьевича и посмотрим, что поделывают его спутники. Иван Гаврилович любитель нахлыста. Это ловля на искусственную мушку или на живых насекомых. Нахлыстом ловят на быстринах и перекатах. Рыбы, которые держатся в верхних слоях воды, очень пугливы. И ловить их надо осторожно. Хорошо заброшено. И всё же пока ни единой поклёвки. А попробуйте зайти в воду. Секрет простой. Когда вы стоите на берегу, рыба хорошо видит вас и боится взять приманку. А когда заходите в воду, вы становитесь почти неразличимы для рыб. Вот и первый галавль. Может быть, это случайность? А вот и второй. Ну, здесь дело, кажется, наладилось. Посмотрим, чем нас порадует любитель донной удочки. Три дня дядя Костя щедро сыпал в бочужок прикорму. Приваживал леща. Рыба привыкла к месту. Но желанной добычи всё нет и нет. А на что вы ловите, дядя Костя? На тесто? Правильно. Если приваживали хлебом и зерном. Но ловить крупного леща всё же лучше на кисточку червей. Это его любимое лакомство. Разве может быть для рыболова более приятная музыка? Неужели повезло, наконец? Он! Только он так берёт! А подсекать ещё рано. Лещ очень осторожно всасывает насадку. Подсечка, и рука чувствует драгоценную тяжесть. Он, он, он стучит в сердце рыболова. Лещ богатырь. Но он слабеет, как только его вывели к поверхности воды. Заставить его, как говорят рыболовы, глотнуть воздуха, это сейчас главное. Дядя Костя сделал всё правильно, но на радостях поторопился. И вот вам результат. Рыбу глушат. Бежим! Каждый год глушением, острогой, сетями и ружьями, во время нереста, браконьеры истребляют сотни тонн ценной рыбы. Одни из них делают это ради хищнической наживы, другие просто так, для развлечений. Привередливые рыбачки. Тонну погубили, путь возьмут. КОНЕЦ Они знают, что их развлечение предусмотрено 86-й статьёй Уголовного кодекса. Стой! Стойте! Стой! Сволочи! На этот раз преступникам удалось уйти. Завтра они пожалуют к вам, товарищи. Не ведите себя как обыватели. Никакая борьба с браконьерами невозможна без вас. Видите? Эх вы! И зачем я только с вами поехал? Так я поссорился со своими компаньонами и решил уехать под Астрахань к Ольге Сергеевне. Она писала мне, что никак не может поймать сама и снова просила приехать. Оставалось ещё три недели отпуска. К тому же проехаться по Волге на пароходе мне давно хотелось. До сих пор не могу спокойно думать, какой вред приносят нам браконьеры. Но, к сожалению, браконьеры не одиноки. На многих промыслах рыбу ловят с сетями с недопустимым мелкой ячеёй, истребляя напрасно миллионы молодых. Недавно я получил письмо от Кузьмы Егорыча. После рыбалки он вернулся домой отдохнувший и довольный. Как-никак. Сорок три ерша поймал. Вы когда-нибудь ели уху из ершей? Нет? Ну тогда вы ничего не ели. Внимание! Подаётся уха из ершей пойманных папы. Знатная еда. Мюха, карболка. Есть и мыслимо. Ну не может быть. А здесь уха и навариста, и ароматна. Любят руководители некоторых фабрик, расположенных на берегах Клязьмы, проводить воскресенье на рыбалке. Но зачем они уезжают от родной реки так далеко? Наивный вопрос. Сточные воды фабрик, которыми руководят эти рыболовы, надёжно отловили когда-то рыбную Клязьму. Есть много способов очистки сточных вод. Но для некоторых руководителей проще из года в год платить штрафы за счёт государства. Теперь здесь лови-не лови, кроме хилых ершей, ничего не поймаешь. Да и тебе пахнут чёрт знает чем. Только не рыбы. Симпатичные люди. Интересно, однако, как бы они себя почувствовали, если бы в годовой отчёт вести графу «Как ты берёг природу родной земли?» Ведь те, кто заражает скот и колхозные нивы, мы называем преступниками. А как прикажете величать вас, уважаемые рыболовы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У любого дома на морозе и тепле Я всегда, везде, как дома, на своей родной земле Хорошо, когда клюёт, клюёт Сердце радостно поёт, клюёт Что-то, что-то, что-то Может, сон, а может, щука, может, просто это лещь Ну-ка, ну-ка, что-то, что-то Если лещь, это тоже простая лещь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, рыболовы! Николай, Бонас! Николай, Бонас, щука! Николай, Бонас, да! Арбузик, не желаете ли? Благодарю! Когда я приехал к Ольге Сергеевне, Подул южный ветер, мечта рыболова И наступили долгожданные дни удачи, Дни рыбацкого счастья! А? Сазан, пожалуй, наша самая бойкая рыба Сколько раз было Повернётся, зацепит леску вот этой пилкой И прощай, добыча, вместе с крючком И прощай, добыча, вместе с крючком И прощай, добыча, вместе с крючком Что вы тут колдуете? Сдабриваю насадку, анисовым маслом А на что ловите? На ракушку Да, не зря вас мудрым рыболовом зовут Не я, а старик мудрый рыболов А вы его не послушали Вот примерно ляжет крючок так Что не видно приманки Вода смывает по куче жидкость И несёт по течению Рыба чувствует запах И идёт на приманку О, у наших друзей сегодня, кажется, будет неплохой ужин Ужин верно готовится Но для кого? Лягушка, саранча, личинки майского жука И особенно жареная птица Любимые лакомства крупных сомов И наиболеную птица Ученый рыболов И отлично Сом ночной хищник. Мы решили искать его на выходах из глубоких яг. Мы заплыли вверх по течению и стали медленно спускаться, стараясь не шуметь веслами. Только квок нарушал предрассветную тишину. Еще древние греки пользовались таким способом ловля. Одни доказывают, будто сом принимает эти звуки за кваканье лягушек. Другие говорят, что квок напоминает звуки, издаваемые самкой хищника. Но одно бесспорно. Сом идет на звук и хватает приманку. Ну что ты делаешь? Немедленно размотай. В прошлом году вот так же один намотал бичеву на руку. А в это время насадку взял огромный самина. Рванул и рыболов не стало. Нет здесь никаких сомов. Шестой раз выезжаем, а толк один. Уж лучше б сазана ловить. Ни ответа ни привет от усатого великана. Где ты сон? Услышь призывы рыболовов, если бы ты знал, какой вкусный цыпленок зажарен для тебя. Зацепило за что-то. Коряга должно быть. Тише. Он. Не дергай. Держи, держи. Вот так. Сом постепенно заглатывает насадку. Подергивает. Тянет. Подсекай. Пошел, 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 пошел. Разворачивай, походу, а то перевернет. Держись. Плыви к пакетчику. Скоро ли выбьется сом из сил? Куда он увезет наших рыболовок? Трудно сказать. А раз это так, не будем терять драгоценного времени. Посмотрим, что делает Василий Иванович в Саянах. Каждое лето, не обращая внимания на трудности и лишение долгого пути, добирается Василий Иванович сюда, за тысячи километров от Москвы. Ничего не поделаешь. Охота пуще не воли. Василий Иванович знает, где искать рыбку. Самый крупный из лососевых, таймень, любит отдыхать в порожистых местах под камнями. Искусство спиннингиста в том, чтобы точно вести блесну. Блесна создает иллюзию движения рыбки. Раз забросил Василий Иванович, другой, третий. И все впустую. Но снова туда же посылает он блесну. Должен, обязан быть таймень в этом месте. Вот он, долгожданный удар. Нелегко заставить тайменя взять блесну. Но в действера труднее вытащить эту невиданно энергичную рыбу. Увидев человека, таймень упирается, а затем бросается прочь. Но вот включен тормоз, и рыбе стало труднее сматывать лес. Первый, самый отчаянный бросок позади. Теперь главное не дать рыбе ни секунды отдыха. Малейшая ошибка в расчет опоздания и прощай блесна вместе с тайменем. Наконец рыба выматывается и становится послушной. Потеряв остаток сил, таймень сдается. Николай Васильевич, хорош, а! Да, за такой рыбкой стоило ехать и шагать пять тысяч километров. КОНЕЦ КОНЕЦ Успокоился. Ну а теперь на весла. Что же там, в конце концов, за рыбина сидит? Экое чудище водяное. Редко не вознаграждается настоящее упорство и терпение страстного охотника-рыболова. Посвежевшие, бодрые вернутся наши друзья к своим делам и долго с волнением будут вспоминать эти дни, дни неповторимого рыбацкого счастья. Продолжение следует... Настя, où мы faces? Настя